Кисточку Чтобы она держала форму Чтобы она не торчала в разные стороны Видите, вот она красиво держит форму Как сделать вот эту вот шапочку Как прикрепить ее к швензе Как закрепить кисточку в шапочке Все полностью Очень подробно мы с вами рассмотрим Так что, друзья, я вас приглашаю На просмотр материала, который будет необходим Для данного мастер-класса И непосредственно на сам мастер-класс Пойдемте! Вот, друзья, мой тот материал, который мы с вами будем Использовать на сегодняшнем мастер-классе Нам необходима будет картонная Вот такая вот полосочка Также нам необходимы будут Ниточки, с которых мы будем делать Кисточку Вот они у меня Вот такие Сейчас покажу, чтобы было видно Вот как они называются Как они выглядят Это ириска На таком вот клубочке У нас 260 метров Ирис 40 Н Они продаются фактически Во всех магазинах рукоделия Я нашла сумасшедшее количество Этих ниточек в каждом из магазинов Они есть абсолютно разных цветов Абсолютно разных оттенков И в принципе стоят они довольно недорого Порядка 1 доллара за катушечку Поэтому это довольно-таки доступно Дальше нам необходимо будет Две бусины размера 6 мм Я использовала вот такой вот Игристый песок Или как-то так оно называется Это натуральные камни Я их заказывала на сайте Алиэкспресс У нас в дальнейшем будет обзор Камней, которые заказаны на Алиэкспресс Вот поэтому про это мы с вами поговорим Немножко позже Также нам необходимы будут бусины Размера 4 мм Вот такие вот Еще нам необходим будет Еще нам необходим будет бисер В моем случае это Японский бисер Тоха Но смотрите Японский бисер Тоха 11 размера Номер бисера 162CF Он фактически такой же самый По размеру как обычный Чех десятка Что меня очень расстроило Потому что если вы берете Миюки японский Тогда у вас получается Что бисер 11 размера Он гораздо Ну как не гораздо Но все-таки он мельче Чем бисер 10 размера чешский В данном же случае Получилась совершенно Вот такая вот ситуация Когда пришел заказ И абсолютно весь бисер Тоха 11 размера Такой же по размеру Как и Чех десятка Поэтому если вы возьмете Обычный Чех десятка Различия в вашем украшении И в том что я показываю Не будет практически никакого Дальше Следующее о чем мы с вами поговорим Это про швензы Я в данном случае Использую вот такую вот швензу Она красиво держится на ушке И в принципе Очень оригинально смотрится В данном В данном украшении В данной сережке Что очень важно Если вы будете брать Обычную очко Сейчас если я их найду Тут у себя я вам покажу Если вы будете К примеру брать Вот такую вот швензу Она к данному украшению Смотрится некрасиво То есть возможно Она вот в таком вот виде Будет смотреться Еще так довольно ничего Но когда вы оденете ее на ушко Вы поймете что это Ну не то что нам нужно Поэтому я рекомендую Использовать все таки Вот такие вот швензы Они есть золотые Но золотые мне не сильно Очень нравятся Так как они смотрятся Довольно таки дешево Ну кто постоянно делает Что-то он понимает Что я имею ввиду Потому что материал сам С которого изготавливаются Золотые вот эти вот швензы Они не Он некачественный И он Кроме того что он имеет Свойство темнеть Довольно таки быстро Он еще и Ну смотрится как-то Ну как-то так Понимаете Вот Так что вроде бы Золотые швензы я все таки Не советую И давайте будем Приступать непосредственно К нашему мастер-классу Вначале мы с вами научимся Как с обычных ниточек Создавать вот эти вот кисточки Я вам расскажу Один секрет Как сделать так Чтобы они держали форму После того как мы их Разрезаем Как мы вот создаем кисточку Наши ниточки имеют свойство Особенно в конце Торчать в разные стороны Чтобы этого не было Чтобы они были вот такие вот Красивые и пушистые Я вам раскрою один секрет Как этого достичь Так что пойдемте На мастер-класс Итак друзья Вначале нам необходимо Будет вот эта вот Полосочка картонная У меня она не толстая Вырезана с обычной коробки Если вам интересно Сколько она по длине То я вам сейчас скажу Это порядка 8 сантиметров Вот если взять вот так Если вы хотите Чтобы ваши кисти были длиннее Соответственно вы просто берете Шире вот эту вот полосочку Столько и всего Дальше Мы берем обычную вот эту вот ниточку Которую мы выбрали для своих кистей Ставим пальчик Вот так вот И начинаем наматывать Наматываем мы так Чтобы ниточки плотно прилегали друг к другу Ой Видите вначале Это будет сделать немножко тяжеловато Потому что ниточка она синтетическая Сама собой Ну по крайней мере у меня И она постоянно будет сползать Но после какого-то там Десятого, двадцатого Вот этого вот Обматывания Да Ниточка закрепится И будет держаться уже так Как необходимо Вот смотрите Вот у меня уже дошло до того И так вот что она нормально держится В дальнейшем мы ее можем обрезать Если она вам сильно мешает И ее вообще не будет видно И мы себе спокойно дальше будем продолжать работу До какого этапа нужно продолжать наматывать До того этапа Пока вам не покажется Что для вас это достаточно Смотрите Я уже на этом краю намотала После того как Тут я сейчас сниму это После того как мы с вами намотали У меня вот тут был один моточек Тут был второй Мы наматываем сразу два Для того чтобы они у нас визуально были одинаковые Потому что если вы будете наматывать сначала один Потом снимать и наматывать второй Визуально может получиться так Что один вот этот Одна кисточка будет пушистее чем вторая Нам не нужен такой эффект Поэтому нам необходимо все-таки наматывать две вместе Вот так вот он у меня выглядит спереди Вот так вот сзади После того как мы с вами намотали Нам необходимо одеть ниточку И сейчас я вам покажу что сделать Одеваем ниточку И проходим ею сверху под ниточками Конечно может получиться так Что вы где-то пройдете между ниточками Это ничего страшного в этом нет В принципе это допустимо И мы с вами оставляем тут вот этот вот край И проходим ниточкой Вот так вот Это делается для того чтобы скрепить верхний край Другого говоря сшить его между собой Чтобы ниточки Когда мы тут разрежем Чтобы они не разошлись по этому По шву самому Дальше мы вот так вот прошиваем После чего можно спокойно брать Эту ножнички Я беру маникюрную ими удобнее всего разрезать Так как у них острый край И они легко проходят Вот Берем вот так вот И попросту разрезаем Все-все ниточки Вот так вот Разрезали Проверили У нас все ниточки или нет Если нет Дорезаем все остальные И забираем После того как мы забрали Смотрите что у нас получается Мы должны взять за верхушечку Вот эти вот ниточки Сложить их поровну И крепко-крепко Смотать Вот этим краем нитки Который у нас оставался на иголочке Мы иголочку отодвинули в сторону Можно ее даже снять И вот этот вот край Мы с вами обматываем ниточкой Обматываем ниточкой Сильно-сильно Вот так Так чтобы у нас получилось Что мы ее затянули Вот Еще раз повторюсь Это не есть Та кисточка Которую можно вешать Просто без колпачка Это именно кисточки Которые идут под колпачок То есть Так Дальше мы вот это вот Доматываем до конца Вот так Затягиваем сильно-сильно Вот так Тут у нас оставалась ниточка И теперь мы свяжем Эти две ниточки Между собой на узелочек Раз Ой Раз Два Три И четыре Почему-то вот у меня дурная привычка Все узелки вязать на четыре Вот И смотрим, что у нас получается У нас получается, что вот эта вот кисточка Она пушистая Для того, чтобы она не была такой пушистой Мы просто берем Смачиваем ее горячей водой Обязательно горячей Что дает горячая вода? Она выпрямляет И как-то влияет на структуру нитей Мочим в горячей воде И оставляем на ночь на батарее Ну, после того, как мы ее намочили Мы ей придаем форму И оставляем на ночь на батарее После того, как вы ее оставите на ночь на батарее Она у вас обретет вот такую вот форму Конечно, если батарея горячая А то в некоторых наших странах Батареи зимой такие, что В общем, печальный случай В общем, вот как-то вот так Вот мы с вами сделали кисточку Она у нас получилась пушистенькая Мы ее мочим в горячей воде Ложим на батарею И у нас получается вот такая вот красивая кисточка И мы с вами сейчас будем продолжать Плетение вот этого вот колпачка верхнего Дальше нам необходимо взять бусины размера 4 мм Вот они у меня лежат И одеть две иголочки на ниточку Ниточку я использую монононить Можно использовать леску, если вам удобно Можно также использовать нейлоновую, капроновую И любую другую нить Но я не рекомендую Потому что может ее где-то видно быть А это такое украшение, что в принципе Оно требует идеальности После того, как мы надели две иголочки на ниточку Мы с вами одеваем 4 бисеринки На одну из иголочек Не важно на какую Раз, два, три и четыре Вот так вот Отодвигаем наши бусины, которые мы набрали Ближе к какой-то одной иголочке Вот так вот После того, как пододвинули Мы с вами проходим иглой через первую бисеринку Вот смотрите Но первую не от ниточки А первую с другого края И проходим иголочкой Так, чтобы у нас ниточки расходились в разные стороны То есть вот у нас Если мы так проходим Все ниточки расходятся в разные стороны И получается вот такой вот крестик Или квадратик Кто как хочет, так его называют Далее мы на одну иголочку Одеваем две бисеринки А на вторую иголочку Одеваем одну бисеринку Раз, два и раз После чего Там, где одна бисеринка Мы просто опускаем вниз Там, где две бисеринки Мы опускаем одну вниз А через вторую Проходим иголочкой так Чтобы у нас опять же Иголочки расходились в разные стороны Таким образом У нас получается второй крестик Далее мы повторяем то же самое На одну иголочку Набираем две бисеринки На вторую иголочку Набираем одну бисеринку Там, где одна Снова отодвигаем в сторону Там, где две Одну отодвигаем в сторону Через вторую Проходим иголочкой Вот так вот Не могу никак попасть Прошли Таких крестиков У нас должно быть Пять штук И жестая соединительная Продолжайте Пока их не будет Пять самостоятельно И дальше мы с вами Снова продолжим вместе Итак, друзья Вот у нас уже Пять крестиков Теперь мы набираем На одну иголочку Одну бусинку И на вторую иголочку Тоже одну бусинку Она от меня убежала Видите? Вот И что ты будешь делать? Вот Надела Наконец Смотрите Что мы делаем теперь? Нам нужно Сложить вот эти вот бусинки Можно их вот так вот сложить Да? Так будет неудобно Но Мы берем вот с этого края У нас выходит бисеринка Ниточка С бусинкой одной Значит мы проходим В первую бусинку С вот этого края Прошли Подтянули Отставили эту иголочку Дальше С другого края Мы проходим Второй иголочкой Вот так Подтягиваем И вот Что у нас получается У нас получилось Что у нас есть Сшитый Кружочек Вот такой Вот так он выглядит Из крестиков Дальше Мы проходим Иголочкой Через вот эти бисеринки Сейчас вы поймете Для чего это сделано Потому что если мы этого не сделаем У нас вот такое оно Видите Вот такое Расхлябанное Нам нужно Чтобы оно хорошо держало форму Проходим через вот эту Висеринку И вот эту Подтягиваем Хорошенечко Затягиваем Тут не нужно спешить Тут нужно это все сделать Хорошо Ниточку Точнее Иголочку эту мы снимаем Она нам больше не нужна И вот эти ниточки Мы с вами Завязываем на узелочке Раз Два Ой Три И Четыре Вот эту нитку Которая у нас маленькая Ее можно обрезать Она нам больше не нужна Обрезаем И откладываем в сторону Вот что друзья мои У нас получилось Дальше Мы выходим Иголочкой В бусинку Первую Которая у нас Сразу после Узелочка Вот так вот Прошли И Одеваем На наш На нашу кисточку Одели Вот так вот Дальше Берем Бисер Бисер у меня Как я уже сказала Японский Вот его Идентификационные Данные Вот Я его Высыпаю И Смотрите Что мы делаем У нас Ниточка Выходит С вот этой Вот бисеринки Видно Надеюсь Хорошо Дальше Набираем Одну Бисеринку И Проходим Иголочкой В следующую Бусинку Опять Набираем Одну Бисеринку Проходим Иголочкой В следующую Бусинку Вот так Подтягиваем Так мы с вами Проделываем До конца ряда В тот момент Когда мы это Проделываем У нас Вот тут Вот снизу Стягивается Этот нижний край Вы это Проделываете Дальше До конца ряда Я это Проделываю Сейчас Вместе С вами Вот так Вот Подтягиваем Хорошенечко Вот так И Вот Вот так Вот Дальше Мы очень крепко Затягиваем Вот так Нам нужно Зафиксировать И затянуть После того Как мы Зафиксировали И затянули Мы проходим Иголочкой Смотрите Через Вот эти Вот Вот эту Верхушечку Нашей Кисточки То есть Не через верхушечку А через Вот смотрите Как я это делаю Прохожу Насквозь На другую Сторону Вот так Для чего Это делается Для того Чтобы у нас Был зафиксирован Край И чтобы у нас Вот эта кисточка С колпачка Не выпрыгивала Никуда Дальше Мы повторяем Ту же процедуру Что мы уже Только что Проделали Но сверху То есть Мы с вами Сейчас Выходим Иголочкой С вот этой Вот Бусинки Видите Подтягиваем Набираем По одной Бисеринке И проходим По кругу Раз Два Ой Бусинки Могут быть С очень Тоненькой Дырочкой И тяжело Через них Пройти Несколько раз Но это Нужно Сделать Вот так Вот мы с вами Набираем По одной Бисеринке И проходим Через Бусины Вот так Прошли Далее Выходим Иголочкой С вот этой Вот бисеринки Которая у нас Между Бусинками Подтягиваем Крепко Крепко Подтянули Видим Что если Мы уже Даже Подергаем У нас Кисточка Не Выпрыгнет И мы С вами Продолжаем Наше Плетение После того Как у нас Ниточка Выходит С вот этой Бисеринки Мы Набираем С вами 5 Бисеринок Того же Цвета Раз Два Три Четыре Пять Вот они И Если у нас Ниточка Выходит С вот этой Бисеринки Значит Мы С вот этой Должны Сейчас Выйти Иголочкой То есть Мы Через нее Проходим Иголочкой Вот так Проходим Через нее Иголочкой И у нас Получается Вот так Вот Наискось Набраны Бисеринки Дальше Мы С вами Снова Набираем 5 Бисеринок Раз Два Три Четыре Пять И проходим Иголочкой Через верхнюю Но с другой Стороны Видите Вот так Вот Подтягиваем Вот Опять Набираем 5 Бисеринок Раз Два Три Четыре Пять Проходим Иголочкой Видите Опять Наискось Тут у нас Выходит Нетутничка В эту Бисеринку Мы Проходим Иголочкой Подтягиваем Опять Набираем 5 Бисеринок Раз Два Три Четыре Пять И проходим Иголочкой Через Вот эту Бисеринку Опять Наискось Так Мы Делаем До Конца ряда 1 2 3 4 ой 4 5 проходим иголочкой опять наискось и снова у нас получается нам нужно еще раз в последний раз в этом ряду набрать 5 бисеринок 1 2 3 4 5 и проходим иголочкой смотрите через все вот эти бисеринки 5 вот так вот до вот этой вот центральной дальше проходим иголочкой через бусину и через следующую бисеринку вот она подтягиваем вот что у нас с вами друзья получилось вот такой вот начальный этап колпачка дальше мы набираем с вами 2 бисеринки 1 2 и проходим иголочкой через среднюю с 5 то бишь через третью бисеринку которая у нас было вот этим вот поясочком прошли подтянули у нас получился полу крестик дальше мы с вами набираем 2 бисеринки и проходим иголочкой через вот эту бисеринку видите вот оно подтягиваем таким образом у нас получился крестик далее он снова набираем две бисеринки и проходим иголочкой через среднюю из пяти. Тут нужно быть внимательным, потому что если вы где-то не так пройдете иголочкой, это будет заметно и это будет портить внешний вид данного украшения. Вот так вот. Опять набираем две бисеринки. Раз, два. И проходим иголочкой через вот эту бисеринку. Подтягиваем. Так мы с вами, друзья, продолжаем до конца ряда. И следующие этапы мы с вами снова делаем вместе. Продолжайте самостоятельно. Дальше мы снова будем делать вместе. Смотрите, друзья, дошли мы с вами до конца ряда. Проходим иголочкой через вот эти вот бисеринки. Вверх выходим. До самой вот этой вот верхней бисеринки, с которой начинаются наши крестики. Если мы с вами посмотрим, вот какая красота у нас с вами уже получилась. Дальше мы набираем, выходя из вот этой вот бисеринки, видите, вот она у нас. Вот с нее выходим. Набираем пять бисеринок. Раз, два, три, четыре, пять. Проходим иголочкой через вот эту бисеринку. Следующую, видите, у нас пропускаем бусину и через следующую бисеринку мы выходим иголочкой. Вот так вот. Опять набираем пять бисеринок. Раз, два, три, четыре, пять. И снова проходим через следующую, пропуская бусину. Так мы с вами делаем до конца ряда. Следующий ряд снова делаем вместе. Вот мы дошли до конца ряда. Видите, вот такая вот цветочка у нас получается, если смотреть сверху. Проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой начинался наш ряд, а также через три бисеринки после нее. Вот так вот. Вот что у нас должно получиться. Дальше, друзья, выходя из этой центральной бисеринки, мы с вами набираем три бисеринки. Раз, два, три. И проходим иголочкой через среднюю бисеринку, вот эту. То есть она центральная на следующем уголочке. Дальше мы с вами снова набираем три бисеринки. Проходим иголочкой в следующую центральную. Вот так. Подтягиваем. Опять набираем три. Проходим иголочкой в следующую центральную. Ой, у меня выскользнула ниточка. Так мы с вами продолжаем до конца ряда. Следующий ряд снова делаем вместе. Вот мы с вами дошли до конца ряда. Последний раз в этом ряду набрали три бисеринки. И проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, и через две последующие после нее. Подтягиваем. Дальше мы набираем две бисеринки. и проходим иголочкой через центральную бисеринку следующего набора по 3 опять набираем 2 бисеринки проходим иголочкой через следующую центральную со следующего набора по 3 опять же так мы с вами продолжаем до конца ряда опять мы с вами дошли до конца ряда набрали последний раз в этом ряду 2 бисеринки и проходим иголочкой через ту бисеринку, с которой ряд начинался, а также через 2 бисеринки, которые мы набирали в самом начале. Вот так. Подтягиваем. И дальше мы с вами набираем 1 бисеринку и проходим иголочкой через 2. Вот так. После чего снова набираем 1 бисеринку и опять проходим через 2. Снова набираем 1 бисеринку, проходим через 2. Опять 1 бисеринка, опять через 2. Опять 1 бисеринка, снова через 2. И последний раз в этом ряду набираем 1 бисеринку, проходим через 2 бисеринки, которые мы должны были пройти, и через ту, которую мы набирали в первый раз. одну бисеринку, вот так дальше, друзья, набираем одну бисеринку проходим иголочкой в ту бисеринку, которая у нас торчит подтягиваем опять набираем одну бисеринку проходим иголочкой через ту, которая торчит снова одна бисеринка через следующую, которая торчит опять одна бисеринка, опять через следующую и снова одна бисеринка и опять через следующую дальше, друзья мы набираем опять одну бисеринку и проходим иголочкой через последнюю то есть через первую, наверное, в этом ряду и через первую бисеринку которую мы набирали непосредственно в том ряду, который у нас сейчас закончился вот видите, друзья, наш колпачок начинает закрываться дальше мы набираем одну бисеринку и проходим иголочкой через две бисеринки, которые торчат видите, вот они через эти две бисеринки мы с вами проходим иголочкой далее опять набираем одну бисеринку и проходим через две, которые торчат снова набираем одну бисеринку и опять проходим через две, которые торчат вот так выходим иголочкой с первой бисеринки этого ряда если мы посмотрим то в этом ряду у нас торчит 3 бисеринки 1 2 3 через них нам сейчас необходимо пройти иголочкой вот так проходим при этом крепко-крепко затягиваем на это наш колпачок уже полностью готов вот так вот он у нас будет вы далее мы берем гусину ну вот она у меня нужно подобрать такую чтобы она соответствовала вот этой вот это наверное будет больше подходить потому что натуральные камни они все разные вот теперь мы набираем вот эту бусину набираем бисеринку и набираем швензу какую бы вы швензу не взяли у вас в ней по любому будет вот это кольцо через него через него мы с вами проходим иголочкой прошли далее проходим опять через это кольцо иголкой после того как мы прошли через кольцо тут у нас образуется петля если я возьму вот так на пальчик он будет лучше видно проходим иголочкой через эту петлю подтягиваем опять проходим иголочкой через кольцо получается петля проходим через петлю опять проходим через кольцо петля через петлю и вытягиваем ниточку далее выходим иголочкой через бисеринку бусину и одну из трех бисеринок на которой у нас с вами закончился колпачок так наверное будет тяжело пройти поэтому я сделаю вот так подтягиваем дальше мы с вами просто запутываем ниточку и вот такая вот красивая сережка у нас получилась на этом мастер-классе я очень надеюсь что наш мастер-класс сегодняшний был для вас полезен подписывайтесь на мой канал добавляйте фотографии своих готовых работ в наших группах в соцсетях и до новых встреч в новых видео, друзья мои пока-пока